Хорошо, давайте помолимся перед Словом. Дорогой Иисус, мы так рады быть здесь и благодарим Тебя за то, что Ты служишь нам, Иисус. Омываешь нам ноги, питаешь нас Словом, Господи. И питаешь нас через свой пир, Господи. Слава Тебе. Благодарим Тебя за то, что Ты приготовил сегодня. Приготовь наши сердца, Господи. Благослови эти несколько слов вступления и подготовь нас к основному Слову. Во имя Твое мы молимся и просим. Аминь. Итак, давайте откроем с вами филиппийцам 3 глава. Послание филиппийцам 3 глава, 8-9 стихи. 7-8 стихи. Но что для меня было преимуществом, то ради Христа я почел тщетую. Да и все почитаю тщетую ради превосходства познания Христа Иисуса, Господа моего. Для Него я от всего отказался и все почитаю за сорт, чтобы приобрести Христа. И сегодня мы немного поразмышляем о ценностях. И сначала я хотел поговорить о том, что если мы поразмышляем об этом немного, то в этом мире есть своя система ценностей. И когда человек рождается в этот мир, со временем он попадает под влияние этого мира. Что это значит? Что этот мир взращивает в человеке свою систему ценностей в соответствии со стандартами этого мира. Это происходит со школы, затем в школе, также взращивается эта система ценностей, затем в университете. И заканчивая университет, мы можем сказать, что человек становится как бы на линию старта, уже укрепившись в убеждениях преследовать определенные цели в соответствии с ценностями и критериями этого мира. Он уже поставил для себя эти приоритеты. Далее, также, идя по этой дорожке, которую он поставил для себя, он находит, что достигая эти цели без Христа, все равно он видит огромную пустоту. И мы с вами знаем по Библии, что без Христа это все равно, что все, что достигается в этом мире, как и апостол Павел говорит, это все тщетно. Я читал одну ссылку, одну статью, которую написала одна дама, она из одной богатой страны, развитой страны, и не буду говорить какой, но вот что она написала. Она написала, что у меня все есть, но я нахожу, что я никому не нужна в этом мире. И вы знаете, у них сложилось в этой стране такое впечатление, что из-за того, что они чувствуют такую пустоту, такое одиночество, иногда они даже совершают такие мелкие преступления, чтобы оказаться в какой-то компании. Из-за того, что в этой стране достаточно удобно, не в столь отдаленных местах, они даже готовы сделать что-то, чтобы попасть сюда, чтобы попасть в определенный круг общения и почувствовать, что есть определенная связь. То есть человек ставит себя в определенные рамки, что он там находит это общение. Но у Бога совсем другое. То есть если раньше мы подумаем, то если говорить снова о начале, человек в своих целях, он говорил, еще, еще, еще. Хочу это, хочу то, хочу определенных вещей. И все это похоже на то, как, например, вы все смотрели «Золотую антилопу», да, мультик? Да. И прежде хочу сказать, когда верующий принимает Господа Иисуса Христа, он находит удивительное содержание в Господе Иисусе Христе. Почему? Потому что Господь, Он спас от этого погибающего состояния человека. И более того, идущего в вечную погибель. И человек, когда он принимает Господа Иисуса Христа, он словно надевает очки, и он словно видит, у него появляется это новое прозрение. Прозрение и зрение нового человека. Он видит, как в этом мультике, что все богатства, все золото, они не имеют никакой ценности, все равно человек теряет их, и они как бы превращаются, как в черепки. Но когда верующий в Господа Иисуса Христа принимает Господа Иисуса Христа, у него совсем другая система ценностей. Почему это у него новая система ценностей? Потому что он увидел, насколько он ценен для Господа Иисуса Христа. Он увидел, как он спас его от этого погибающего состояния одиночества, которое произошло вследствие грехопадения. Которое произошло вследствие того, что было нарушено это общение, и человек был разъединен от Бога из-за греха Адамова. Но Господь Иисус Христос, как мы с вами сказали, Он спас человека и возвратил его обратно в это общение. И всякий, кто принимает его, Он находит удивительную новую систему ценностей. И далее я хотел сказать о следующем, что человек видит, как мы с вами сказали, через эти новые очки, что являются Словом Божьим, он видит совсем для себя другую перспективу. Эту удивительную систему ценностей. И когда он начинает принимать это Слово Божье, в нем просыпается незаконическое желание, нерелигиозное желание, а желание снова и снова слушать Господа. Как это было в истории с учениками, шедшими в имам. Вспомните? Когда они шли в печали, когда они шли несостоявшимися надеждами. И это похоже также на людей в этом мире, чьи несостоявшиеся надежды не исполнились. И они ходят опечалены, и они даже идут на такие шаги, но чтобы избавить себя от этого одиночества. И когда он видит, наконец, через это Слово, насколько он драгоценен, они, помните, эти ученики просят, останься еще, останься еще, дай нам послушать тебя еще. И в конце мы видим, как они говорят, не горело ли в нас сердце? Если мы посмотрим, в этом мире люди так же, у них так же горит сердце. Но это совсем другое сердце. Это ветхое сердце. Если вы послушаете немного интервью некоторых знаменитых людей, спортсменов, артистов, очень часто они говорят об эмоциях. У меня были такие эмоции, у меня были эти эмоции, я так ждал этих эмоций. Все время говорится о разных эмоциях. И эмоции ветхого сердца, они быстро загораются, но так же быстро утихают, оставляя человека в таком одиночестве. Но когда верующий Иисуса Христа с очками от Господа Иисуса Христа, со Словом Божьим, видит всю картину и начинает познавать Господа Иисуса Христа, прося Его и молясь, «Дай мне послушать Тебя еще больше, дай мне послушать Тебя еще больше, я желаю этого». Он видит удивительную жизнь в Господе Иисусе Христе, глаголы, как мы слышали в прошлой также проповеди, «Куда мне идти, Господи, от Тебя? У Тебя все глаголы жизни». И видя эту удивительную картину, как Он был спасен от этого погибающего, погибающего состояния, и, конечно же, спасен от ада, мы также идем и говорим, «Послушайте Господа Иисуса Христа, послушайте Евангелие, где Господь Иисус Христос спасает нас от этого погибающего состояния». И мы так рады снова и снова говорить Иисусу Христу, «Дай нам послушать Тебя еще». У нас горит сердце, которое Ты нам подарил, это новое сердце, и мы хотим слушать Тебя еще и еще. Аминь. 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 Продолжение следует...